Сотрудники уголовного розыска никогда не работали в тепличных условиях. Оперативная деятельность – это всегда риск. Но это и азарт преследования, и напряжение охотника, и удовлетворение от победы над противником. Не случайно профессия сыщика всегда привлекала к себе внимание писателей и кинематографистов. Криминальные истории растаскивались на цитаты. Что у вас на щеке? Фурунку? Ерунда, бандитское поле. Бор должен сидеть в тюрьме, верно? Вот что людей интересует. Эту фразу Глеба Жеглова в исполнении блестящего Владимира Высоцкого надо читать шире. Конечно, в тюрьме должен сидеть любой преступник. И одинцовские сыщики в 2015 году стремятся к стопроцентным показателям. Особенно упор делался на преступления, когда преступники действуют бесцеремонно. Это открытое хищение, разбойное нападение с целью хищения. И в этом направлении хотелось бы отметить, не вдаваясь в цифры, опять же, о том, что достигли определенных положительных результатов. И процент раскрываемости грабежей, разбойных нападений в этом году значительно выше, чем в прошлом. И были установлены несколько преступных групп, которые занимались разбойными нападениями на территории района. Эти группы были увлечены, была доказана их причастность не только к преступлениям на территории Денцовского района, но и по Московской области. Поэтому хотелось бы здесь с сотрудниками действительно сказать спасибо за ту кропотливую работу, которая была проведена. Поимка преступника или преступной группы, тем более если это так называемые гастролеры, требует высочайшего сыскного мастерства. Своих методов оперативники до конца не раскрывают, а на расспросы лишь загадочно улыбаются. В 2015 году сотрудниками отдела раскрыто 100% убийств. На все более серьезном уровне проводится работа по пресечению незаконного оборота наркотиков. Задержание сбытчиков, которые в этих условиях изощряются, и в основном путем открытой передачи наркотиков такого нет. Есть закладки, это перевод денег на киви-кошельки. Все это отслеживается, это не так просто. Ну и задержание говорят сами за себя. То есть значительный вес изымается из незаконного оборота. Хотелось бы поблагодарить сотрудников и управления, и территориальных подразделений, которые эту информацию получают и доводят до логического завершения. Большое внимание в Одинцовском уголовном розыске уделяется раскрытию имущественных преступлений. Ведется активная работа по борьбе с организованной и этнопреступностью. И хотя кино и жизнь – вещи разные, ситуации в них нередко совпадают. Вы являетесь в первом законе? Уголовное прозвище? Какое прозвище еще? Котелек! Какой котелек? Есть в жизни Одинцовских сыщиков и сложные моменты. К ним здесь относят работу с населением. Ее необходимо активизировать, повышая уровень доверия людей к оперативным сотрудникам и полиции в целом. Остановитесь, возьмем! Не положена инструкция. Не взял попутных. Это не таксист. Бандит. Чего сразу не представились? Я хотел сперва присмотреться, проверить, подойдет ли он нам. Ну как? Проверили? Проверил, товарищ полковник. Подойдет. Хочу призвать к открытости, поскольку без понимания то, что служба уголовного розыска готова помочь, может это сделать, может это сделать профессионально. Здесь мы положительных результатов не добьемся. А те факты, когда, допустим, совершаются квартирные кражи, в любом случае преступники, они какую-то рекогнозировку по местности всегда проводят. Это и прозвон квартир, это и заклеивание глазков, это, соответственно, и в домофон пройти не так просто. И я не верю, что это всегда происходит незаметно. Люди это видят. Зачастую кто-то может и не хочет связываться с нами, сообщать эту информацию о том, на какой машине предполагаемые преступники приезжали, какие действия проводили, приметы какие-то, в чем одеты были. Какие бы сложности ни стояли перед отделом уголовного розыска, как бы ни пытались злоумышленники заметать следы, конец их преступной деятельности будет один. Поимка и справедливое наказание. Граждане бандиты, ваша банда полностью блокирована. Капитан Жеглов предлагает вам сдаться. По-хорошему. Свой профессиональный праздник Одинцовский уголовный розыск встречает с хорошими показателями. Есть чем гордиться, но есть и над чем работать. Мне бы хотелось отметить работу практически всех сотрудников. Потому что в этих условиях, условиях оптимизации органов внутренних дел, в определенной степени сокращения, на них ложится еще больше и больше нагрузка. Поэтому хотелось бы пожелать в преддверии праздника крепкого здоровья, успехов, удачи, чтобы каждый с каждым днем становился профессиональнее. Есть от кого получать эти знания, есть у кого поучиться, есть кому передавать этот опыт. Поэтому мне бы хотелось, чтобы это оставалось именно так. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.